Эпик фейл короля Артура При участии Эрика Мэйла Мэтта Лукаса Морвены Бэнкс И Фила Корнвелла Режиссер Эд Бигнелл, автор сценария Пол Паркс Рыцарь и Дубрава Шотландия с ее изрезанными ландшафтами и бестонными синими озерами Здешняя жизнь спокойна и безмятежна В общем, сущая тишь, гладь, да божья благодать Но к величайшему прискорбию наш рассказ берет начало в Корнвелле Где все не так уж идилично Сегодня святозарный король Артур В новых башмаках Надев свои новые башмаки Свои чудные новые башмаки Так-то лучше Выехал на свидание к сенселикой принцессе Гвиневре О, да, с моей единственной любовью С ласточкой моей В надежде Что в этот день Она наконец-то примет его Предложение О, сладчайшая Гвиневра! Милорд, это вы! Ну да, любовь моя Милорд, вы живы! Ха-ха-ха, живее всех живых, дорогая моя Вот он я, ваш Артур Кажется так Милорд, вы слышали, как я играла? Не услышать было сложно, душа моя И вам понравилось? Ну, я в некотором роде... Не забывайте, что ваше величество желает взять меня в жены, а значит не станет задевать мои чувства О, как мне понравилось! Я млею от вашего музицирования! Я мог бы оплатить пару уроков! Ради меня вы готовы даже на это? С радостью, ангел мой Поверьте, я не пожалею никаких денег Но ведь мне не нужны уроки Разве нет? Возможно и нет, душа моя Но что-то ведь вам нужно? Ну, вообще-то есть одна Хотя не важно О, скажите, умоляю Нет, нет, не стой И не томите меня! Гвиневра, скажите, я все достану! Ах, оставьте, это неинтересно О, нет, интересно? Мне дико интересно! Да полно вам! Вы же не поедете за веткой поющего дубового дерева? Поеду! Я поеду за веткой поющего дубового дерева! За веткой поющего дубового дерева! Какая блестящая идея, милорд! Она будет петь, а я играть Выйдет прекрасный дуэт! Вы так любезны, милорд! Я? Э-э-э Ну что вы? Я выполню это с величайшим удовольствием А потом вы станете моей? Возможно! Вот и славненько! Помяните мое слово, сладчайшая гвиневра К закату ветка поющего дуба будет вашей! Ну, если и не к закату, то чуточку позже Прощайте! Долбит и долбит Все три дня напролет Долбит, как по мозгам Спать невозможно, думать невозможно Надо найти какое-то средство Или я сойду с ума Ты представляешь? Нет, ну что за наглость? Что, прямо в желуде? Идеально! Кыш! 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 Да что ты прицепилась? Мне больно, тебе говорят Я же... Занос его! Хватай за нос! По носу! По носу! Фигия! 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 Сир, прошу, Ваше Величество, входите! Да входите же! Войти-то можно? Да-да, сир, разумеется. Мерлин, мне нужен твой совет. Я к вашим услугам. Я знаю, какой подарок сможет порадовать Гвиневру мою единственную любовь. Мою-мою-мою райскую пташку, мою... Тихо! У нас король, это неприлично. Прошу прощения, Ваше Величество, продолжайте. Мерлин, я принесу Гвиневре ветку поющего дубового дерева. А теперь вопрос, где его взять? Сир, чтобы отыскать поющий дуб, вам придется отправиться в проклятые земли. О, и что, они здорово прокляты? О, да. Почему ты так говоришь? Простите, сир, случайно вырвалось. М-м-м, да. Поющий дуб растет в зловещем темном лесу. Пристанище скитальцев, нищих и головорезов. Там-то вы и найдете заветный дуб, ибо на нем, и только на нем произрастает та самая ветка. Хм-м, зловещий темный лес? А почему его так странно называют? Не могу сказать. Почему? Я просто не помню. Однако, будьте бдительны, его охраняют темные силы, осмотрительность не помешает. О, нет! Пожар! На помощь! Я сейчас расплавлюсь! Я расплавлюсь! На помощь! Спасите! Пожар! Так, постойте-ка. А, нет, уже не горю, пардон. Сир, если вы потерпите неудачу, ясно-окая Гвенявра будет насиловать барабаны вечно. Ради всех нас, сир, вы должны постараться. Сир, умоляю, избавьте нас от этой пупой долбежки, от этого и тетского, бляв и неебуха. Будь покоен, Мерлин. Я, король Артур, не подведу вас. И Гвенявра станет моей. Итак, ослепленный любовью король Артур позволил одурачить себя. Что? Нет, 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 не одурачить. Мне больше нравится облапошить. Дал себя облапошить. Так-то лучше. И поклялся добыть для Гвенервы... Гвеневры. Для Гвеневры. Ветку поющего дубового дерева, растущего в зловещем, мрачном лесу. Это не прошло и года, как светлоокий король добрался до места назначения. Надо отработать парковку. Поющий дуб в зловещем лесу под сенью своей соберет. Весь люд в кружочек сядем и будем петь. Не вижу никаких темных сил. Разве что кучку отщепенцев. Ты построил грудь. Итак, друзья мои, сегодня воистину особый день. Ну, конечно, особый, да. Ну да, теперь он дрыхнет на дереве. А мы на земле мучаемся. И нам про это еще и песни поют. Полно вам, друзья мои. Вас хвалим же окончание постройки нового дома. Ну да, вас хвалим, ура. Стоп, 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 это никуда не годится. Позвольте же мне поведать вам о жизни Робина. Ну вот, опять двадцать пять. Ну и чья теперь очередь? Не смотри на меня, я был в прошлый раз. А вот и врешь. Нет, не вру, ты что, не помнишь? А ты-то когда его откачивал? Вот блин, как прицепится. Робин, пой сюда. Ну вот, не пел бы ты недельку. Пожалуй, воздержусь. Угу, здесь потребуется нечеловеческая изобретательность. Ой, да перестаньте же! Постойте, что вы творите, любезный? И кто вы такой? Не обращайте внимания, представьте, что меня нет. Я ненадолго. Да, но видите ли, это мое дерево. Вот так? Я бесконечно рад за вас. Послушайте, любезный, прекратите. Немедленно. Посмотри, что он наделал. Пойдите сюда. Зачем? Эта ветка принадлежит мне. Или вы ее вернете, или... Серьезно поплатитесь? А, никогда! Он опять за свое! Вы начинаете действовать не до нервы. Дайте мне только выбраться отсюда и... Стоять! 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 Молчать? Закрой свое дупло, бесполезная палка. Пожалуйста, верните меня! Я всего лишь маленькая веточка, и не смогу пустить корни! Глупости. Мы едем в Камелот. Нет! Верните меня, брат! В Камелот? Да! Я же король Артур! Правда? Король Артур! Значит, я стану королевской веточкой, да? Королевским подарком для моей возлюбленной. Ты будешь петь, а принцесса Гвиневра будет аккомпанировать тебя на барабанах. На барабанах! Принцесса Гвиневра! Нет! Лучше сожгите заживо! Что это было? Леетный олень. Или сокол. Нет-нет-нет, друзья мои. Нет. Я настоящий спец по лесным звукам, и это определенно был вопль отчаяния поющей веточки. Как раз хотел сказать. Поспешим же. Пожалуй, надо разделиться. Я пойду туда. Я тоже. И я. Мы с тобой, Робин. Еще один писк, и ты превратишься в полено. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Ну да. Вы выразились очень доходчиво. Что неудивительно, короли, люди образованные. Заткнись, 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 заткнись. Слушай. На пятки не наступай. Прошу прощения. Сюда! Я здесь! Ну, боже! Опять кто-то кричит. Ай! А вот еще раз. Бедная веточка. Не совсем, малышка Джона. Это отнюдь не вопли отчаяния поющие веточки. Это кричал от боли укушенный за руку король. Скажу вам больше. Крик шел оттуда. Вперед! На врага мои отважные войны. Со мной! О да. Обожаю лесную охоту. Настоящая пердуха. Великолепно. Позвольте же мне поведать вам о жизни Робина Г... Что-то мне нехорошо. Благодарю. Просто очередь моя. Ух! Вот это сильно. А это был хук свирепой бабочки. Такое нечасто услышишь, правда? Что ты сказал? Говорю, давай подождем Робина. Еще раз укусишь, порошок сотру. Никаких следов, Робин. О да. Я чувствую запах пота. Вот здесь. Вот прямо тут очки. Здесь был король. Вот, слушайте. Я предупреждал. Не звука. Ну, это не я. Ой-ой-ой-ой. Ага, ага. Это король. Нет-нет, Уилл Скарлетт. Нет, это дикий кабан. Хе-хе-хе. А-а-а! Это кабаны. Скорее, король его изображающий. А-а-а! За ними. Вот-вот догонит. Тихо. К счастью, кабаны не едят веточки. И сюда, хрюшка. Фас его, фас. Ах ты ж, божечки. Ай, поделом. Видела? У королей всегда есть план. Поэтому они и становятся королями. Ха-ха. Потерялся, да? Но у тебя ведь есть план? Хм-хм. Блин. Ой-ой-ой. Король уже, наверное, очень далеко. Тогда нам нужно всего лишь его остановить. Братук, а где моя счастливая стрела? Ах да, прости. Влез опять на камелот по кольцевой. Что это было? Тебя поразила стрела. Какая несправедливость, когда тебя губит твоя же родня. Осторожно, спина одеревенела. Держись. Туки. Что такое, Робин? Ищи знаки, слушай звуки. Лесная жизнь. Ты прекрасна. Что может быть лучше? Ну вот, началось. Позвольте же мне поведать вам. Король смеется над нами. Дубль три. За ними. Все работа гонят. А ну-ка, не смейся. Доги прямо. Стоять! А ну-ка, не смейся. Стой! Обед, пьяный железяк. Ага, да. Покупуй его. Мне, значит, туда. Или туда. Ничего не понимаю. Лучше постою здесь, пожую риску. Ладно, переходим к плану Б. Не бросайте меня здесь! Умоляю! Уж лучше быть поленом! Только не оставляйте меня здесь! Пусть забирает. Отрежу другую. Переходим к плану В. Кажется, у меня есть идея. Хрюшка, ко мне. Его уже и в лесу-то нет. Нет, ошибаешься. Он здесь. Я даже чувствую, что он где-то рядом. Нет меня тут. Что ты сказала? Ничего. А что такое? Эй, глянь-ка! Куда глянь? Ну, там дерево с этим... Дерево? Да неужели? Ты видела дерево? Ну, дела. Так, значит, вы причесали лес, король испарился. А, да вот же он. Бегом. И пусть победит быстрейший. Хе-хе-хе-хе. Дерево. Дерево. Меня провела свинья в ботинках. Опять. Дырочки. В следующий раз надо проделать дырочки. Да Только не это На помощь, спасите Да что же это за день такой Кто-нибудь помогите Умоляю, я жду Спасите Ну хоть кто-нибудь Мужчина Прекратите Вы слышите, я сказала прекратите Да просят же вас Хватит Или я Ишь ты, и что же ты сделаешь Пень трухлявый А вот возьму И призову Темные силы леса Так что завязывай Это последнее предупреждение Она призовет темные силы Ой-ой-ой Как мне страшно Я тебя предупреждала Но ты не послушал Ну еще бы Никто Никто не верит, что меня оберегают Темные силы Запомни раз и навсегда Больше Больше Никогда Так не делай Что случилось, Синишейка? Поющее дубовое дерево? Оно в опасности? Не знала, что ты разговариваешь с животными Радости никакой Им бы только погоду обсуждать Итак, друзья мои Дуб ждет нашей помощи Дадим дубу У нас новая песня Позвольте мне поведать Есть! Ай-ай-ай Итак, наш триумфатор король Артур оседлал своего жеребца Алана Алана И отправился вручать бесценный дар принцессе Гвеневре В глазах, что ли, двоится? Душа моя Я у ваших ног Я привез то, чего так желало ваше сердце Ветку поющего дуба О, она захочет петь для меня Ну, разумеется, ангел мой О, что-то не слышу Секундочку, любовь моя Милорд, пусть же оно поет Я делаю все возможное Оно никогда не запоет Еще не все потеряно, ласточка моя А ну давай, пой, дубина Пой! О, может, надо под музыку Пой, да пой же ты Как человека тебя прошу Пой! Ну все, доигралась А-а-а-а-а! Только не лицо, только не лицо Ладно, согласен Можно за лицо Лучше за лицо Пой-AS, выошли Да за лицо Ладно, скажите А-а-а-у Так это